Всем привет! У нас тут такой неожиданный поворот событий, но я вам расскажу всё по очереди. В общем, к нам приехала на три дня Настя, как всегда, на выходные, и в пятницу у неё ещё тоже получилось. То ли там пара онлайн были, ну не знаю, в общем, какая-то возможность приехать была. У Кати в пятницу нет возможности, у неё в универе занятия, и Катя сказала, приедет в субботу. И я знаю, что Настя в пятницу приедет, решила записать её к врачу-невропатологу. Почему я решила это сделать? Потому что несколько дней назад Настя с Катей ехали в метро, и у Насти опять начало темнеть в глазах, пропадать звук в ушах. И так секунд 15 было полностью предобморочное состояние, когда она не слышала, не видела. И говорит, слава Богу, кто-то выходил, я села и пересидела эти 15 секунд. У неё такое бывает редко, её это не пугает, но я боюсь, потому что она водитель. Нам когда-то говорили, что это связано с понижением давления, то есть падает давление, и вот такое состояние. Ну, я посмотрела канал Видео Бэйби, канал Жени, моего друга. Ну, мы не дружим так, что прям встречаться всё время, там где-то вместе гулять. Ну, мы переписываемся, мы в курсе событий, там что друг у друга происходит. И вот я смотрела его видео, как у него Лера падала в обмороке, и потом они такие нашли причину этому в том, что у неё был какой-то узкий сосуд в шее. И я говорю, Настя, давай тоже обследуемся, ну, давай на всякий случай, потому что, мало ли, ты водитель. Ты вот едешь далеко, с Киева в Черкасс, из Черкасс в Киев постоянно, вдруг тебе в дороге вот так станет плохо. Вдруг ты этот момент не сможешь контролировать, не сможешь остановиться. Ну, это очень страшно, правда. Я вот именно потому, что она водитель, я боюсь. Вот, и, ну, я таки нас всё убедила, мы пошли к невропатологу. С самого точка. Все уступлено. Доброе. Так вот здесь. Неченько валять голову, оно круто все. Неприемные фички. Такой кайник. Чувачка может. Ножка. Двое мотиво девочек. Да, двое мотиво девочек. Да, двое мотиво. Принять и тут куликово. И тут. Отвлекался закрыто очи. И примять. Так куликово. И тут куликово. Вот так. Сжимает ему ее руку. Хорошо сжимает. Доброе. Доброе. Поднимайтесь. Розвести пальчики. Закрыть очи. Вказинным пальчиком. Неченько носа. И другой рукой. Доброе. Открывает очи. Шея болит не будет. Ой. Еще здесь потопили. Она не скажет. Цветочечки на боль? Ну слегка совсем. Вот тут. Тоже слегка. А тут нет. Мы уже вышли с Настей от доктора. Все-таки я с ней сходила. Я сама недавно была у этого невропатолога. Очень грамотная врач. Очень хорошая женщина. Пока ничего не понятно. Назначила до обследования. Электроэнцефалограмму. Глазное дно глянуть. Сдать кровь. Сдать сахар крови. Ну она говорит. Могут быть совершенно разные причины. Может действительно давление падает. Ну вот темнеет в глазах у Насти. Звук куда-то выплывает. Предобморочное состояние. Понимаете. Я же переживаю. Потому что она за рулем. Это же серьезно. Это же опасно. А Настя говорит. Да. Ерунда. Ну в общем. Обследуем. Потом что-то будем знать. Пока ничего не понятно. Алиса перелезла на мое место. А. Ой. Блин. Теперь пойдем с новой проблемой. Я в этот момент подумала. Что Настя просто ударилась головой об машину. И посмеялась. Что сейчас вот поедем еще с этой шишкой на голове. Да. К врачу пошутила. А потом оказалось. Что она не просто головой ударилась. Она просто отпрыгнула в тот момент. Когда получила травму. А травму она получила в глаз. Получается. Произошло вот что. Пока Алиска нас ждала от врача с Настей. Сидела на переднем сиденье рядом с Костей. И игралась воздушным шариком. Он сидел рядом. Он говорит. В тот момент она его просто вот так теребила туда-сюда. И тут засунула голову Настя. Хотела с Алисой поздороваться. И получилось что Алиса конечно же не специально. Случайно этой палочкой от воздушного шарика попадает Насте прямо в глаз. А палочка я там смотрела. Ну вот не повезло просто. Знаете обычно шарики палочки ровные. А у этой реально край какой-то острый. Прям такой был. Неровный. То есть вот так пальцем ведешь по нему. По этому кружку. Он неровный. Он какой-то как поломанный немного. Такой острый. Ну вот Настя отпрыгнула. Держится за глаз. Мы все начали Алису сразу ругать. Там ты что? Что ты сделала? Она начала плакать. И мы понимаем что она то не специально сделала. Что как бы сейчас еще и Алисе стресс будет. Мало того что у Насти травма. Ну короче. Капец какой-то. Приехала ребенок на выходные к родителям. И Настя села в машину. Держится за глаз. Говорит болит ужасно. Я говорю поехали к какому-то окулисту. Пускай посмотрят. Потому что ну мало ли. Так то с виду глаз целый. Но он очень красный. И сильно слезится. Вот. И мы поехали к врачу. Я нагуглила. Нашла какую-то вот клинику. Которую я в это время принимала. Вообще не знала куда с таким поехать. Нам сказали да подъезжайте. Я объяснила что так и так. Получила вот травму глазом. Мы сели под кабинетом. Алиса пошла с нами. Сидит. Гладит Настеньку. Жалеет. Обратили внимание на огромные очки. Которые висели под потолком. Они крутились. И мы сначала даже подумали. Что это как на магнитное поле. Там какое-то они крутятся. А потом уже рассмотрели. Что там леска висит. Ее просто не видно. Далее доктор на специальном аппарате. Начал смотреть Настин глаз. Вводил аппарат вправо влево. Хорошо рассматривал. А мы с Алисой ждали. Ну что я вернулась в машину. Сказал доктору Насте очень поцарапана роговица. Заживать будет дня два-три. Надо капать капли. Сказал царапина там такая внушительная. Да прикинь не все так просто. Я думала что проще будет. Сказал главное чтобы воспаление не пошло. Не попало в эту царапину. Поэтому какие-то там капли мази. Не знаю что-то. Что-то будет делать. Приехала на три дня к родственникам. И теперь три дня с травмой. Мы же получается Настю еще и привезли на своей машине. Потому что она теперь за рулем не может с одним глазом. А теперь ее машина осталась там где-то под поликлиникой. И будет там стоять несколько дней наверное. Ну не очень сильно поцарапана роговица врач сказал. Сильная царапина. Ну на глазу. И заживать она будет два-три дня не меньше. И это еще в самом лучшем случае. Если инфекция никакая не попадет короче. Она же сейчас еще глаз немного терла. Когда это все произошло. Тоже можно занести инфекцию. Подержи запеканку. Я височкой и ему. А да да. Вернулась Настя от врача. И сказала что он сказал что скоро опять глаз начнет резать и колоть. Потому что перестанет действовать обезболивающее. И выписала ей таблетки по типу немесила даже пить. Подвезли Настю к ее машине. Сказала что уже нормально. Она может двумя глазами смотреть. Ну болит конечно глаз красный. Но казалось что за рулем она сможет. И она хочет на своей ехать. Сказала заеду к вам. Потом поеду ночевать домой. Едем домой. И кто-то у нас решил уснуть по дороге домой. Алиса спит кость. Привет. Привет. Умочка. Прикол. Собаки выглядят уже чистыми. А утром когда мы уезжали. Вот капал дождь. Они были такие черные. Такие грязные. Луна к тебе хозяйка едет. Настя едет. Луна. Настенька едет. Ты даже не соизволишь подняться. Умка ее оберегает. Вы что тетя Оля Луну вычесывала. И Луне что-то не понравилось. Умка как начал помогать ей. Что-то на тете Олю ворчать. В общем он ее любит так, что вообще оберегает, защищает. О, куда хозяин побежал, а? Мы дома. Настюша кушает борщик. Глаз у нее опять сильно разболелся. Покажи, посмотри. Слизится глаз. Короче, красный. Я не знаю. Стремно, конечно, это все делать. Может нам еще в комнату врачу съездить. Именно специалист. Мне не нравится, что он так слезится. Уже вроде лучше. Было видно, что уже идет ухудшение какое-то с глазом. И я переживала. Я думала, может надо где-то в больнице еще показаться. Мы что ездили в какой-то частный кабинет просто. На ночь Настя поехала к себе домой. Еще и тетю Олю домой завезла. Хотя я говорила ей, не надо сейчас садиться за руль. Сейчас темно. Тебе будут машины слепить фарами в глаза. Глаз будет напрягаться. Станет еще хуже. Но она и так на обезболивающих. Я думаю, глаз лучше поберечь. Но она ни в какую. Нет. Я ночевать поеду домой. Мне там что-то надо постирать. Надо переодеться. Короче говоря. И тетя Оля говорит. Да. Я тоже еду домой. Настя меня подвезет. Пускай едет. Это ее решение. Ну в общем. Меня никто не захотел слушать. Но уехала домой. Потом мы ей перезванивали. Спрашивали. Как дела? Плачет. Плачет, что сильно болит глаз. Я говорю. Лучше б ты у нас осталась. Я б тебе помогала. Там каждый час надо приставить ее. Мазью мазать. Через час капать. Через час мазью мазать. Через час капать. И так весь день подряд. И так несколько дней подряд. То есть мазь антисептическая. Чтобы не попали микробы. Инфекция никакая. Капли я не знаю что делают. И еще обезболивающие таблетки. Такое вот лечение у Насти. Конечно так себе ситуация. Алиска себя чувствует ужасно виноватой. Она Насте зайчика приносила. Настя у нас тут на кровати легла. Такая знаете. Глаз закрыла. Она ей несет зайчик. Она Настенька. Чтоб тебе лучше было. Всякое конечно в жизни бывает. Всякие случайности. Вот. Я так пожалела. Что купила этот воздушный шарик. Но. С другой стороны знаете. Как говорится. Чему быть то ему не миновать. Ну нельзя все предусмотреть. Да. Как оно будет. Если бы я могла предусмотреть. Я бы раньше Насте подбежала к машине. И забрала у Алисы шарик. Да. Или Настя бы тоже. Если бы она не совала. Вот так вот голову. Между спинкой сиденья переднего. И дверью. А если бы она с другой стороны к Алиски подошла. Открыла бы дверь. И так поздоровалась. Тоже бы не получила в глаз. Этой палочкой. Ну. Как говорится. Знал бы где упадешь. Соломки бы подстелил. Уже поздно что-то говорить. Мы уже не можем что-то изменить. Осталось надеяться. Что все будет хорошо. Глаз пройдет. Быстро. И без последствий. А такие вот у нас дела. Вам спасибо за внимание. Всем пока. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.